Спасибо большое. Сначала хочу поблагодарить всех тех, кто говорил добрые слова, и всех присутствующих в Лену ЦК, который посчитал достойной моей книгатуры для выдвижения на свет. И, Геннадий Андреевич, кстати, когда я сюда заходил, журналисты остановили, даже не успев раздевшись, я должен был отвечать им на вопросы. Они сказали, какая ваша программа? Я абсолютно уверенно сказал, что вы и останетесь на съезд и все услышите. Программа нашей партии, программа кандидата президента была озвучена Геннадий Андреевича Нзюганова. И под каждым этим словом я подпишусь. Тем более напомню вам, что тут присутствовал юрид Юрий Фомерев, который сказал, что эта программа замечательная программа. И если мы эту программу донесем до каждого, а именно Олег Анатольевич Мойн сказал, что эта программа с очень коротким названием «За всех». Если эту программу услышат все, и если, опять же, журналисты спросили, вы уверены в победе, я абсолютно убежден в победе, если будут две вещи. Первое, журналисты дадут слово, одинаковое всем кандидатам. И второе, если выборы будут честными. Если выборы не будут фальсифицироваться таким образом, что один кандидат – это главное, все остальных нет, что избирательные комиссии будут выполнять закон, а не распоряжение глав, губернаторов и остальных там чиновников, тогда мы однозначно победим. Потому что в этой программе есть слова, которые дойдут до каждого. И каждый фермер, каждый крестьянин, каждый рабочий, каждый врач, каждый учитель найдет для себя в этой программе то, что он хочет услышать. Поэтому я не буду вам сейчас раскрывать программу, потому что ее лучше всех воскал Геннадий Андреевич. Я хотел бы просто большое спасибо сказать КПРФ, которые, а вы сегодня видели, какое количество умных, знающих, патриотичных людей находится здесь, в этом зале и вообще в рядах коммерческой партии Российской Федерации. Я на собрании секретарей, первых секретарей, говорил о том, что вы посчитаете, что какое интервью дал Андрей Евгеньевич Кулачков коммерсантам. Это грамотное, взвешенное мнение по любому поводу, и этот человек достоин занимать любой пост в Российской Федерации. Вы посмотрите, что делается в Иркутской области, господин Левцинга, товарищем Левцинга, извините, да. Она говорит, что делает Локоть, что говорит и делает Афонин, Новиков. И я сейчас начну перечислять, мы из этого зала не выйдем. Каждый из этих людей достоин быть кандидатом в президент. Но получилось так, что Геннадий Андреевич посчитал, и главное, что он убедил президиум, что именно сплав вот этих вот людей и того, что к совпосов именно их сделал, оно фактически сделало только одно. Но все эти идеи, которые заложены вот здесь, вот в этой программе, мы реализовали. Да, нам было трудно. Наш коллектив боролся. Мы прошли пять рейдерских атак, возбуждение уголовных дел. Я вам напомню, что шесть лет назад меня сняли с выборов, которые меня выдвинуло КПРФ. По надуганному предлогу, через два с половиной года я доказал, что я не экстремист, несмотря на это, на этот выбор уже прошли. Я был даю листом Геннадия Андреевича Зюганова на выбор президента. В этом году КПРФ вместе со мной победила на местных выборах. Знаете, что произошло? Когда власть поняла, что она ничего не может сделать, она просто отменила все результаты выборов. И только вмешательство Геннадия Андреевича Зюганова и Владимира Андреевича Кашина, и всей партии повлияло на то, чтобы восстановили результаты выборов. И большинство депутатов выбраны от КПРФ. И вот этот, скажем так, сценарий опять, я чувствую, раскручивается. О том, что если вы придете все на выборы, и если все проголосуют по совести, а это однозначно победит комиссия партия Российской Федерации, то мы что-то сделаем с выборами. Но на местном уровне им это не удалось. Но, еще раз, вернусь к программе. Именно эта программа, а я абсолютно убежден, что сможет прав, что эту программу можно назвать за всех. И это главный должен нашей, скажем так, нашей компании, потому что она не одного кандидата в президенты, она наша общая. Мы на самом деле должны доказать, что именно то, что мы 25 лет назад отказались от социалистических идей, от идей свободы, равенства, братства, от того, что рабочий человек на этой земле должен жить лучше, чем бездельник, что дети, пенсионеры, ветераны войны, ветераны, дети войны, они должны жить гораздо лучше, чем в других странах, которые не победили в этой войне, но почему-то не имея огромных богатств, живут за чертой бедности. Именно вот это должно стать основой того, что мы должны быть уверены, что мы победим. У меня большая просьба. Я, конечно, поеду куда угодно, меня можно щупать сколько хотите, но вы должны понимать, что все мои действия, связанные с избирательной компанией, если вы посчитаете, что я достоин быть кандидатом в КПРФ, они будут согласованы с избирательным штабом, которым я прошу, чтобы возглавил Геннадий Лизюганов. Потому что только он может, скажем так, довести до нас до победы. И я могу вам сказать, что нашу победу могут украсть, это мы уже не раз видели, но мы точно знаем, что мы правы, и победа будет за нами. Спасибо вам большое.